МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, они стали богатыми и знаменитыми. Так что же это такое Каббала? Давайте разберемся. Дэми Мур и Мадонна. Бритни Спирс и Наоми Кэмпбелл. 10% их ежегодных доходов отчисляются фонды и центры изучения Каббалы. Может быть, именно ей знаменитости обязаны своими успехами и миллионными контрактами? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лекции по Каббале популярны во всем мире. В интернете даже существует Каббала ТВ. Но истинное учение уже много сотен лет передается только в устной форме от учителя к ученику. Это были единицы. Поэтому, когда мы говорим, вот эти Каббалисты, вот я имею в виду настоящих Каббалистов, которые получили эту традицию от предыдущих учителей, и передали ее дальше, дальше это буквально, там, я не знаю, десяток человек в мире. Между тем, русская православная церковь дает учению довольно жесткую оценку. Возможно, потому, что его приверженцы занимаются своего рода магией с помощью Библии. В христианском понимании это просто чистый сатанизм. Один из водоразделов, который разграничивает Каббалу и библейскую традицию, включая христианство, это учение о том, что Бог находится по ту сторону добра и зла. То настолько высоко, что до него вот это различение добра и зла не доходят. Бог не может быть источником зла. И это принципиально. Известная певица Лолита уже два года постоянно посещает курсы лекций по Каббале и сатанисткой себя не считает. То, что делает меня, христианку, еще более христианкой, это то, чему, к сожалению, наша церковь не уделяет совершенно внимания, это общение. С Богом можно договориться. В этом главное крамола Каббалы. Может быть, потому еврейскому народу удалось и удается выжить и процветать, несмотря на все гонения? Когда Бог превращается в набор кнопок, нажимая на которые, можно что-то извлечь, получить для себя, образ его расщепляется на какой-то очень сложный конгломерат эманаций. И самое страшное, что человек, вместо того, чтобы идти к Богу путем любви и надежды, по сути, начинает ходить по неким таким кругам предписаний. Руководитель Центра стратегических исследований религии и политики телеведущий Максим Шевченко считает, нельзя жить светской жизнью и одновременно быть адептом серьезного учения. Это наглое вторжение попсы в сферу мистического, загадочного и непознанного. Все великие каббалисты прошлого, раби, лев или другие, они были аскетами и жили очень такой строгой и, что называется, духовно чистой жизнью. В интервью 15-летней давности певица Мадонна призналась. Она посещает курсы Каббалы, чтобы оставаться вечно молодой, красивой и успешной. В последующие годы звезда не разочаровалась в учении. Более того, в 2004-м она взяла себе новое имя – «Эсфиль» и потратила 30 миллионов долларов на создание школы Каббалы. Мадонна занимается Каббалой и жертвует на это огромное количество денег в Америке. Но она занимается, я это знаю от своего учителя, она занимается ни в каких вип-комнатах со всеми, кто ходит развиваться без всякой охраны. Она сидит, также слушает лекции. Но что на самом деле скрывается за супердорогими духовными уроками? Что попросят взамен учителя и наставники мистических центров? Люди, особенно молодежь, которые восторгаются, может быть, этими прекрасными певицами, должны помнить, что они все у нас все певицы. А они мистики и руководствуются их советами в этом вопросе – это то же самое, что прыгать в озеро, наполненное свирепыми крокодилами и пираньями, когда тебе кто-то, стоящий на берегу, говорит «Да ладно, подумаешь, нормально, смотри, как красиво, купаться можно». Миллионер Леонид Элизаров – каббалист с большим стажем. Он считает, что своим нынешним благополучием обязан именно мистическим практикам. Но это для него только начало. Когда у человека все есть, вот представляете, вот у одного энное количество денег и положений, и у другого столько же денег и столько положений. А как мне стать лучше него? То, что реально работает, скрыто. Каббалисты узнают друг друга не только по улыбке и цвету глаз. Тонкая красная нить на запястье – она главный символ и оберег. Я точно могу сказать, что в какие-то моменты я точно… Вот я столкнулась с каким-нибудь не очень хорошим человеком и начала сама из себя извергать какой-то негатив. Нить была абсолютно целая. Потом смотрю, раз – она истончилась. Обычная нитка из галантерейного магазина для оберега не подходит. Благословение надо купить в Каббала-центре. Цена для каждого своя. Какая секрет? Певица Лолита признается – тонкая красная нить спасала ее много раз. Я могу быть на гастролях, проходит три месяца, у нас в один день рвется нить. Потому что у меня такое ощущение, что она набирает какую-то энергетику негативную, в то же время твою энергетику негативную. Ключ к познанию мира каббалистам дает «Зоар» – самая известная книга из многовекового наследия каббалистической литературы. Она написана десятью людьми, это были известнейшие мудрецы. Потом это исчезла книга. Спустя почти 900 лет вдруг каким-то образом часть из этих рукописей, там было огромное количество рукописей, часть из них вдруг обнаружилась случайно, абсолютно случайным образом. «Зоар» считается очень возвышенной, очень сильной книгой. Но чтобы постичь все тайны книги, все-таки следует выучить арамейский. Те, кто действительно читают на арамейском языке эту замечательную книгу, волшебную книгу Кевина «Зоар», они молятся, например, о том, чтобы прекратились войны во всем мире. Они собираются группой, путешествуют в какие-то страны, там, в Сирию, в Иорданию, в Ливию, везде, где начинались военные действия, эти люди добровольно едут, сидят, читают эту книгу «Зоар». И говорят, что военные действия прекращаются. Но неужели каббалой увлекаются только миротворцы? Каббалай – это, конечно, прежде всего, знание. Знание сил, кто, зная, так это в некоторых ситуациях становится оружием. То есть понимание, как устроен этот мир. И вот эти вот более тонкие законы, не физические, а те законы, которые стоят за этой вот внешней физической картиной мира. Византийский писатель 4 века Руфин рассказывает о некой персидской царице. Будучи тяжело больна, она обратилась к врачам-каббалистам, прописавшим ей следующее лечение – разрубить пополам нескольких христианских девственниц и пройти между висящими половинами тел. Царица последовала совету и излечилась. 26 июля 2005 года представители еврейских праворадикальных организаций собрались на кладбище в Рошпине. Это был старинный обряд наложения проклятия пульса де Нура. Цель – премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Причина – глава правительства пошел на уступки палестинцам. Спускаются в какие-то подземелья, что-то они там тоже наверняка читают Зара, а может быть и не Зара. Мрачная церемония пульса де Нура, с помощью которой раввины расправлялись с врагами еврейского народа, не изменилась с древности. Десять женатых благочестивых иудеев, достигших сорока лет, девять в черных одеяниях, один в белом, ночью собираются в синагоге или на кладбище. Зажигают черные свечи и читают хором древний вавилонский текст молитвы. Последние слова произносятся ровно в полночь, после чего звук трубы извещает о конце церемонии. По легенде, человек, против которого направлен обряд, не проживет и сорока дней. 18 декабря того же 2005 года Ариэль Шарон был доставлен в больницу с инсультом. Он впал в кому, из которой не вышел и по сей день. Подобная церемония наложения проклятия была проведена также в 1995 году. Тогда праворадикалы прокляли премьер-министра Ицха Карабина Через 30 дней после ритуала он был убит. Любое мистическое знание – вещь небезопасная. Человек остается один на один, даже если вы атеисты, я объясню это как атеисту, со своей психикой, со своим бессознательным, то, что Фрейд называл «ид» – темное, неформулирующее, как бы неформулируемое на языке ясного сознание, находящееся в человеке. И это путь к безумию. Известно, что каббалисты даже примешивают к лекарствам человеческую кровь и жир. Недаром человеческая кровь является важнейшим элементом сатанинского ритуала жертвоприношения и призыва тёмных сил. Именно человеческая кровь самым сильным является соком на земле. Каббалай иногда называют таким сильнодействующим лекарством, которое помогает нам пережить вот это время. От подобных практик можно даже сойти с ума. Как ни странно, такой случай описан в самом Талмуде. Это история четырёх мудрецов, попавших при жизни во фруктовый сад Пардес, то есть в рай. То есть войти в фруктовый сад, вот в этот Пардес, это значит быть посвящённым вот в это вот, в тайны Каббалы. И только один из них, раби Акива, вошёл с миром и вышел с миром. То есть это ему не повредило. Трое других, при том, что это были выдающиеся мудрецы, один просто посмотрел и умер, другой сошёл с ума, а третий вообще отошёл от веры. В психологии это состояние носит название «Иерусалимский синдром», когда человек воображает и чувствует, что он владеет божественными и пророческими силами и как будто является воплощением определённого библейского героя, на которого возложена пророческая миссия по спасению мира. Кто-то пытается проанализировать, скажем, с позиции религиоведения это явление, а кто-то действительно погружается в него. Мистический культ, духовное учение и успешное коммерческое предприятие с многовековой историей – всё это каббала. И здесь нет противоречий. Общественный и политический деятель, миллиардер Владимир Слуцкер на пресс-конференции в Иерусалиме заявил, уже весьма значительное число членов парламента России занимаются каббалой. Тесная связь тайных учений с общественной жизнью и политикой уже ни для кого не секрет. Другой вопрос – как эти знания станут использовать сильные миры сего? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...